Зимняя аркада в мире танков, снежки и ледниковый период, тут много лайков кстати уже, 20 часов назад вышел этот видос, сегодня мы посмотрим что из себя представляет этот новый режим, что это вообще такое за зимняя аркада и будь ли это интересно, что мы там сможем получить, какая будет награда, какой будет геймплей и все в этом роде, поэтому заваривайте себе чаеку, погнали глянем, надеюсь что что-то интересное. Пора немного размяться, выходи к нам, только шапку с варежками не забудь, ведь с 23 декабря в игре пройдет зимняя аркада, в первые выходные тебя ждет настоящая снежная битва, она пройдет не только на уже знакомых зимних картах, но и на еще трех, где отродясь снега не видывали, Прохоровка, Малиновка и Карелия, снежки здесь летят по очень крутой траектории, поди-попади. А если сможешь, попробуй забросить снежок кому-нибудь за шиворот, прямо через укрытие. Да ладно? Снежки работают как фугасы, но с увеличенным уроном, даже маленькие калибры могут крепко врезать по шапке. Остальные снаряды не такие эффективные, оно и понятно, все в толстых зимних куртках. Кроме того, чтобы было еще веселее, всем машинам... А, ну вот эта закидушка, которую он за камень сделал, это, конечно... Ощутимо увеличена мощность двигателя и уменьшено время перезарядки. Во вторые выходные, с 30 декабря, мы пойдем на каток. Да, танковый каток. Все машины тут сильно скользят. Польный дрифт, да? Ты можешь стать как профессионал... Фастанфурио полнейшее будет, кстати, Домиником Пюретто в Куу, а остальным соболезновым, ребят. ...анальным зимним дрифтером, так и коровой на льду. Степень заноса зависит от скорости и массы танка. У всех машин будет увеличена максимальная скорость вперед и назад. В два раза улучшена мощность двигателя и скорость вращения башни. А чтобы на льду можно было стрелять, у всех на катке сильно улучшена стабилизация и скорость полета снарядов. Попробуй, пободи кому-нибудь в гусеницу. Это, конечно, смешно выглядит. Последние выходные зимней аркады будут проходить по принципу «все и сразу». Тебе будут открыты оба зимних аттракциона. Выбирай, что больше понравилось, или играй в оба режима по очереди. Битвы в зимней аркаде играются в одноуровневых боях на технике восьмого или десятого... Вот тут снежок будет прям такой нестыдный, тут целая лавина на голову будет. Конечно, можно и нужно брать друзей во взвод. Причем тут тоже работает праздничный бонус из новогоднего наступления. И ты будешь получать еще больше кредитов и опыта. И, конечно, разумеется, само собой, в каждом из двух режимов есть своя прогрессия и задачи с приятными наградами. А бончики надо. Играй в снежки и уходи в занос. Веселись с друзьями. А если замерзнешь, возвращайся в теплый ангар наряжать елку. Зимний... Помните, кстати, была вот эта тема, режимчик, где различные титхабы или там суперстабилизация, потом суперразброс по альфе, там плюс-минус 75, ну вот это все, вы помните? Вот это, я понимаю, примерно с этого же русла идея. И на самом деле, больше всего мне понравился маус, который по Станфурио делает. Полнейший дрифт. Праздники в мире танков продолжаются. Берегись! Я понимаю, режим на 2 часа игры. Ну, бончики можно поформить. Бончики можно поформить. Честно, ну, такое ощущение, что режим там на 2 часа игры, грубо говоря, и поднадоест. Ну ладно. Так, что у нас получается? Первый запуск 23 декабря по 25 декабря, то есть уже завтра можно будет потестить. Я думаю, обязательно потестим. Второй запуск с 30 декабря по 1 января и третий запуск с 6 по 8 января. Я так понимаю, третий запуск это будет все и сразу, да? То, о чем нам говорили. Карты у нас опять же Проха, Карелия, Малиновка. Блин, ну прикольно, кстати, выглядит. Да, в снежном стиле. Эти карты мы еще не видели. Ну, прикольно, что нет. Так, модификации. Тут еще в бою можно будет ставить. Плавность линии. Снаряд летит по навесной траектории. А, это то, что нам показывали, чтобы можно было закинуть через препятствия. Осколки льда. Эффективность всех осколоченно-фугасных снарядов повышена. В смысле? Кроме боеприпасов САУ. А САУ тут здесь вообще не будет участвовать, я надеюсь, да? Бронепробиваемость, потому что она такие снежки дает, что на его нахрен такие игры. Бронепробиваемость не осколоченно-фугасных снарядов снижена. Ага. Удобная компоновка. Время перезарядки уменьшено на 25%. Мощность двигателя увеличена на 50%. Вот это хорошо. Так, второй запуск. Ледниковый период. Модификаторы. Цитадель ледяной коровы. Машины скользят как на льду. Наращивание оборотов. Максимальная скорость вперед увеличена на 10. Зимние траки. Максимальная скорость назад. Гусеничная техника увеличена на 30. А, вот поэтому Маус задницей вперед ехала и скользил жестко в дрифт уходил. Максимальная скорость назад для колесников увеличена на 10 км в час. Смазка механизма поворота. Скорость вращения башни увеличена на 100%. А, блин, нифига. Прикольно. Топливные присадки. Мощность двигателя увеличена на 100%. Без колебаний. Разброс при движении на поворотах корпуса и также при вращении башни снижена на 50%. Попутный ветер. Скорость полета снарядов увеличена на 50%. Блин, прикольно. Третий запуск все и сразу. Ну, это и то, и то будет. Так, с 8 по 10 это мы уже поняли. И я так понимаю, что в сумме таким образом максимальное количество бон, которые вы можете получить за время трех запусков, составляет 1200 бонов. Ну, бончиков что-то пожалели, мне кажется. За три, три запуска, дядь. То есть, ну, вы поняли, вам надо будет с 23 по 25, с 30 по 1 и с 6 по 8. Ну, блин, 1200 бонов в сумме, ну, маловато. Ну, можно было чуть-чуть побольше накинуть. Но, честно, ребят, вот говорю как есть. Мое ощущение, что это будет, ну, там, на 2 часа геймплея и все. Вот, первый запуск, 2 часа геймплея, 2 запуска, ну, неплохо, ну, вы, конечно, что-то сделали. Как бы, ну, и ладно, спасибо. Разнообразие, так сказать. Ну, покидаем снежки, я думаю, много будет зато прикольных моментов для нарезчиков, много будет прикольных хайлайтов и прочее. Поэтому пусть будет, пусть будет. Выглядит прикольно, но быстро, я думаю, надоест. Это мое мнение было. Ваше мнение по этому поводу напишите обязательно в комментарии. Вот, мне будет интересно почитать, потому что потом, когда мы потестим, посмотрим, кто был прав, я или комментаторы из чата. Почему бы и нет?